Всем привет, это Кинофиша.Инфо. Меня зовут Ольга Михайлова и я расскажу о новинках кино. На этой неделе нас ждет свидание с акулой в фильме Отмель, Эмилия Кларк в мелодраме «До встречи с тобой», две убойные комедии и еще много чего интересного. Ну что, поехали? Перед вами напряженная лента о выживании Отмель с выносливой красоткой Блейк Лавли. Отправляясь на серфинг с друзьями, она не подозревала то, что останется один на один с кровожадной акулой. И тогда девушка бросает ей вызов, ценой которого станет ее жизнь. Режиссер фильма Хауми Колье Цера начинал карьеру с хоррора «Дом восковых фигур», а продолжил боевиками с Лиамом Нисоном. А теперь вот он взялся за триллер о выживании. Съемки Отмели проходили на одном из островов Австралии, где действительно водятся акулы. Но не пугайтесь, Блейк Лавли была защищена специальным барьером, а акула в фильме нарисована на компьютере. Кстати, все трюки актриса исполняла самостоятельно, прибегая к помощи дублера исключительно для сцен серфинга. А еще во время съемок выяснилось, что она вновь беременна от своего супруга Райана Рейнольдса. Поэтому мы очень надеемся, что его жену не съест злая акула. Тридцать, тридцать пять метров. Ровно тридцать две секунды. Отмели. Да, можно подписывать. Такси! Все в порядке, не переживай. У вас есть опыт работы с сиделкой? Нет, никакого, но я уверена, что справлюсь. Пойдемте к нему. Уилл, это Луиза Кларк. Любители романтических историй от писательницы Джорджа Мойс, радуйтесь. Ведь наконец-то на экранах вы можете увидеть экранизацию ее романа. До встречи с тобой уже вовсю сравнивают с французской лентой 1 плюс 1. Но на этот раз нас ждет история о настоящей любви. В перерыве между съемками «Игры престолов» актриса Эмилия Кларк из «Матери драконов» и по совместительству Джона Коннора из «Нового терминатора» перевоплотилась в скромную и дружелюбную сиделку, которая заводит роман со своим нанимателем в исполнении Сэма Клаффлина из «Голодных игр». Но, несмотря на поднагодную актеров, здесь не будет никаких войн, революций и крови, а только трогательные моменты, поцелуи и море слез. Ну а поклонники книги точно будут удовлетворены, ведь сценарий написала сама, лично автор оригинала. Поэтому смело берите свою вторую половинку и бегите в кино. Ну а если у вас ее нет, то кто знает, вдруг в кинозале окажется такой же одинокий любитель романов Джоджо Моэс, как и вы. Но я могу сделать тебя счастливей. Я стала совершенно другим человеком благодаря тебе. Луиза Кларк, ты единственная причина, почему я просыпаюсь по утрам. Мистер Перкинс, вы, видимо, Томас Вулф. Могли прислать мне отказы по почте, но я хотел лично познакомиться с тем, кто первым прочитал Хемингуэя, Фицджеральда и открыл в них гениев. Все издатели города ненавидят мой роман. Мы хотим издать вашу книгу. Ха-ха. Фильм-гений – это еще одно творение для любителей литературы на этой неделе. В его основу легла реальная история дружбы между писателем Томасом Вулфом и его издателем Максом Перкинсом. Картина была представлена на Берлинском кинофестивале и, наконец, дошла до нас. Поклонники британских актеров трепещите, ведь главные роли в фильме исполнили настоящие мастера своего дела и просто красавцы Колин Фёрд и Джуд Лоу. Немаловажную роль в ней сыграла также обладательница Оскара Николь Кидман. Ну а режиссером стал Майкл Грандач – один из самых известных театральных режиссеров Великобритании. А это вам не шутки. В общем, всем любителям биографии и британского кино подойдет как нельзя лучше. Такие писатели, как Том, встречаются раз в жизни. Дочери тоже на всю жизнь. Я хочу добавить в книгу еще один абзац. Боже, начнем что-то добавлять, нам конец. На этой неделе нас ждет еще один фестивальный фильм «Правда из Канн», который называется «В тихом омуте». Он снят в жанре детективной и абсурдной комедии и придется по вкусу любителям авторского кино, в котором нет никаких границ. Картина расскажет о том, как на французском побережье начинают пропадать люди. Ответственны за это члены семейства бедных каннибалов, которые любят полакомиться туристами. В волей случая старший сын влюбляется то ли в девочку, то ли в мальчика из семьи буржуа. Прямо настоящие Ромео и Джульетта. Но только тут не исключено, что в какой-то момент Ромео захочет пообедать своей возлюбленной. Тем не менее, фильм получился очень веселым. И если хотите посмеяться от души, то вы обратились по адресу. Малют! 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 И, как говорил наш папочка, ван пятигемы и в аду ван пятигемы. Вот так. И, как говорится, будь что будет. В тихом омоте. И еще кое-что. Я из ЦРУ. Это что, у тебя шутки такие? Стоять! У меня есть план. Мы можем двинуть кони, но если выживем, станем легендой. Готов? Нет. Давай просто остадимся. Готов. Ни разу не готов. Перед вами комедия «Полтора шпиона» от режиссера хита Мэй Миллеры с участием узнаваемых актеров. Фильм расскажет о том, как школьный неудачник из Толстяка превращается в супершпиона и вовлекает в необычные опасные дельца своего одноклассника. В главных ролях Дуэйн Скала Джонсон, которого в нескольких сценах утолстили при помощи компьютерной графики, а также известный комик Кевин Харт из «Совместной поездки». Вместе они выглядят как один с половиной человек, но это не помешает им обезвредить преступников, но и заодно рассмешить зрителей поклонникам шпионских комедий срочно в кино. С какой радостью тебя занесло в ЦРУ? Не люблю быдло. Вылитый Джейсон Борн, черт! Видел, Боб? Как я его заценил, а? Да, да, да! «Полтора шпиона» А завершает наш обзор еще одна комедия с участием известных актеров «Свадебный угар». Фильм основан на книге, которая рассказывает о реальных событиях, произошедших с ее авторами. В главных ролях вы увидите уже не раз игравших друг с другом в кино Анну Кендрик, Зака Эфрона, Обри Плазу и Адама Дивайна, которые устроят настоящий свадебный переполох. Это история о двух братьях-дебоширах, пригласивших на свадьбу сестры еще более безумных девушек. Какой же катастрофой это для всех обернется, мы узнаем совсем скоро. Это все девчонки? Не в них проблема, а в вас? У меня сил не хватает! Помоги ей расслабиться. Это называется «Пингвин на горе». Бешеный шаг! Гляски закрой, чакри открой. Свадебный угар! Также в прокате на этой неделе зомби-хоррор «Мобильник», триллер «Идем со мной» и чувственная драма «Роковое влечение». У меня на этом все. На следующей неделе нас ждет пятый ледниковый период, а также романтическая антиутопия «Равны», но еще и много всего интересного. Не забывай подписываться на наш канал, ставить лайки, делиться с друзьями и комментировать. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...